Так уж сложилось, что в этом сезоне вторая лига украинского чемпионата финиширует последний среди всех дивизионов страны. А нововведение золотого матча за звание абсолютного чемпиона второй лиги еще на неделю продлило турнир, в результате до минимума сократив отпуск футболистов. Уже отпуск начался, мы просили инвестировать в шестое число, но, к сожалению, не получилось, поэтому, да, отпуск меньше, чем мы хотели, получается, но здесь мы ничего не можем поменять, поэтому с 18-го числа мы собираемся в нашей базе и готовимся уже к сезону. Днепряне прибыли в столицу накануне, а в день игры прогулялись по Киеву, пощупали газон, на котором им вечером предстояла битва с агробизнесом из Волоческа. Субтитры делал DimaTorzok Безусловно, сыграть на главной арене страны мечта не одного поколения футболистов, и не каждому в карьере это удается. Именно руководство команд-участников и стало главными организаторами этого действия, принимающая сторона СК Днепр-1 и номинальные гости из Хмельниччины. Программки, шарфики, автобусы с болельщиками из родных городов – всего этого было в достатке. Ну, по-перше, я хочу вам подякувать. Вы молодцы, ваша организация нам помогла очень сильно в организации. Ну, взагалі атмосфера Олимпийского, звичайно, вона суперова. Як? Щоб, хто не говорив, грати на Олимпийскому – це велика честь для любого футболіста, честь для любого президента. Ну, це центр столицы. Правда, во всей этой бочке с медом была и ложечка дегтя. Даже две. Ну, во-первых, как оказалось, ложа прессы на Олимпийском была закрыта на ремонт. Хотя какой ремонт, когда всего две недели назад тут принимали гостей со всего света на финале Лиги Чемпионов? Или они там настолько все разбомбили? В результате у журналистов не было ни столиков, ни тем более розеток, а работать приходилось в полевых условиях. Ну, а во-вторых, очень странно к своей работе подошла пресс-служба ПФЛ, то очень прося сами клубы провести послематчевые пресс-конференции, в частности номинальных хозяев. Но при этом после игры, не дождавшись, пока телевизионщики придут в пресс-зал с награждения, уже сами бойко вели пресс-уху. В результате чего большая часть общения Дмитрия Михайленко с журналистами осталась вне кадра. Интересно, как там было после игры Реал-Ливерпуль? Юрген Клоп попал в камеру? И тем не менее перейдем к самой игре. Тренерский штаб Днепрян выставил свои сильнейшие на данный момент силы, с учетом травмированного Чигурко, только восстановившегося после повреждения Беляева и пропустившего неделю студента поплавки. В результате была избрана тактика с двумя нападающими и насыщенным центром поля, без номинальных фланговых полузащитников. А по своим бровкам на поле должны были работать, извините за каламбур, Бровченко и Полевой. Я не считаю, что тактика была ошибочной, тоже по причине, причина более банальная, у нас те флановые игроки, которые есть. Тут Ярик поплавал, он уехал просто на русский экзамен, его неделю не было, он только сегодня приехал в Киев. А вот такой тактикой мы играли последних три игры. Я понимаю, противник был не совсем хорошего уровня, но мы забили в Николаеве пять мячей, и на улицу забили тоже много мячей, домашние игру мы играли именно по этой танки. Как и ожидалось, днепряне помногу владели мячом, разыгрывали комбинации доверного, изредка полагаясь на дальние удары, которые в первом тайме так ни разу и не были обращены в створ ворот. Пожалуй, лишь раз до перерыва нападающим спортклубовцам удалось вдвоем остро ворваться в штрафную агробизнеса, но Адольский прервал прострел Супряги на Кожушко. Атакующая, у нас есть такие развития, когда они еще плохо будут в борьбе. Поэтому для того, чтобы создать в какой-то момент или в эти зоны, нам нужно сделать гораздо больше критической передачи, я уже говорил об этом, достаточно. Поэтому тот путь, который мы выбрали, я считаю, правильный. Ну а агробизнес больше рассчитывал на резкие контратаки и стандарты. И надо же, один из двух угловых поданных волочесами в первом тайме привел к взятию ворот. Естественно, что в перерыве днепрянам пришлось менять свои построения. Второй тайм мы перестроились, поставили Супрягу. И это когда-то есть проблема у нас, фланговые защитники противника получают много пространства, но приходится перестраиваться. Уже к окону, снежковь здесь была сложность. По-моему, просто у нас не было прихода. И действительно, второй тайм прошел при подавляющем перевесе СК Днепр-1. Особенно запомнились моменты, когда Кожушка и Когуту, находившимся практически на линии ворот, так и не удавалось замыкать передачи партнера. Я думаю, везения где-то не хватило. Моменты создавали, переигрывали соперника. Мяч по ленту еще два раза катался. Скорее всего, везения не хватило. Были и другие моменты. Впервые по-серьезному Адольский вступил в игру после удара Мемешева. Затем дважды точно пристреливался к воротам, постепенно набирающий форму карноза. Но в основном, конечно, в этот вечер удары Днепрян шли в молоко. Уж очень хорошую стену выстроил у своих ворот агробизнес. А при случае хмельничане прибегали к традиционным хитростям, подолгу лежа на газоне по поводу и без. Впрочем, тут надо отдать должное и арбитру, добавившему ко второму тайму целых 7 минут. Был, правда, эпизод штрафной площади агробизнеса, когда на газоне оказался кожушка. Но, откровенно говоря, я бы посчитал просто чудом, укажив в такой ситуации арбитр на 11-метровую отметку. При этом волочистцы упустили просто убойный момент в заключительной части матча, когда капитан их команды Семенец вполне мог снять все вопросы о победителе, но пробил в небеса. До финального свистка спортклубовцы пытались отыграться. В итоге сделать им это не удалось. Главный трофей второй лиги отправляется в волочист. Не хватило голов, моменты были, надо было забивать свои моменты. У них, в принципе, стандарт и в конце, когда уже тоже выход один на один. Я считаю, что момента было больше, подходила под нашим контролем игра. Ну, это футбол, проиграли, готовимся к первой лиге. Сейчас настроение не очень хорошее, потому что хотелось выиграть. Это финал, хоть он ничего не значит, но все равно любой спортсмен, который выходит на поле, хочет побить. Конечно, чуть-чуть смазал, но опять же, задача была быть выиграть вторую лигу, выйти в первую лигу. И сейчас задача будет ставиться выиграть в премьер-лигу. Это намного важнее, чем этот матч. Нам было тяжело, потому что против нас противодействовала хорошая команда с хорошими виконавцами, но мы выстояли и победили. Мы довели, что мы команда из маленького местечка, мы простые хлопцы, умеем играть в футбол. Мы победили в группе А второй лиги, несмотря на то, что, возможно, кто-то в нас не верил, но мы довели, что мы команда, что мы единый коллектив. Это касается не только тренерского штаба, это касается нашего президента, наших вболювальников. Мы играем для них. Я думаю, что люди, которые сегодня приехали нас поддерживать, очень доволенны. И мы играем для этих людей, которые верят в команду. Сегодня была настоящая, знаете, такая бейцовская игра, где встретились команды-переможцы захода и схода. Сегодня была практически ревна игра, нам сегодня просто больше было фарту, фарт был на нашей стороне. Я очень доволен играю «Скадніпро-1», потому что мы увидели сегодня прекрасную игру, прекрасных виконавцов. Сегодня не было на поле бруду. Перед игрой мы с президентом «Скадніпро-1», пожали руки после игры, вы тоже видели, мы обнялися и побожали в первой лизе только одному-другому успехов и удачи. Я думаю, что висновки мы сделаем, уже будем делать через тиждень, когда выйдем из отпуска. Я хочу поздоровить команду соперника. Жаль, что сегодня у нас повторяется та самая история, которая была на протяжении целого года. Мы сидим на воротах, полтора момента, получаем гол и все, крапка. На этом закончилось. Мы, конечно, будем подсилювать лінію атаки, сделаем висновки из этого матча. И я думаю, что, возможно, он не нужен такой матч. Он нужен матч для того, чтобы правильно оценить то, что происходило на протяжении года и что нас ожидает на следующий год. Я хочу еще раз приветствовать команду соперника, потому что они заслуженно победили. Своей команде я хочу побажать веры в то, что все же таки мы должны в первый раз пройти первую лігу. Завдания перед командой не снимаются. Мы первую лігу должны пройти с первого разу. Это завдания, программа минимум. Сегодня очень приятно, что наши две команды во второй лиге, чемпионы в своих подгруппах, сыграли на том же поле, в котором играли Реал и Ливерпуль. Ну и я всем желал, конечно же, их увидеть в премьер-лиге. Пожелал и Днепру, и агробизнесу, чтобы они ставили следующую цель для себя. Как вам команда из родного города? Очень даже ничего. Надо сказать, что молодежь набивает себе опыта. Я думаю, что как раз с каждым таким шагом они будут прибавлять в своем мастерстве и дадут Днепру возможность опять вернуть премьер-лигу в наш город. Ну, наверное, да. Наверное, мы будем ставить задачу выхода премьер-лигу. Понятно, при поселении определенном. Потому что и сегодняшняя игра показала, нам будет тяжело этим составом. Что касается конкретных фамилий, имен, Загальский подписан. Есть мысли еще о нескольких игроках. Это будут игроки во все-день, и группа атаки, и оборола. В неделе, допустим, нам хватит отдохнуть, и нужно уже перестраиваться, готовиться на первую лигу. В первой лиге будут все такие игры. И чего ожидаешь теперь от первой лиги? Силового, агрессивного футбола. И, конечно, ожидаю выхода в премьер-лигу. Что ж, пожелаем и мы успехов СК Днепр-1 в новом сезоне, который станет еще более захватывающим для молодого днепровского клуба. Да и интрига в новом чемпионате с Черноморцем, Металистом, Волынью, Звездой, Ингульцом, Колосом, тем же Агробизнесом обещает быть ой какой закрученный. А значит, и трибуны Днепр-арены, мы уверены в этом, постепенно начнут привлекать новых болельщиков. Редактор субтитров А.Семкин